В России дзюдо пользуется большой популярностью не только потому, что этот вид спортивной борьбы является олимпийской дисциплиной. Дзюдо лежит в основе многих боевых искусств, так как в нем заложены базовые броски и приемы. Один из создателей национального боевого искусства самбо Василий Ощепков имел второй дан под дзюдо. Чтобы показать юношам весь потенциал этого классического боевого искусства, севастопольские мастера дзюдо и воспитанники секции боевого самбо провели перед началом турнирных сфаток ряд показательных поединков. С таких турниров у меня очень такие теплые сейчас отношения, потому что я еще помню, буквально недавно сам стоял на таких турнирах и вырос. По итогам прошлогоднего чемпионата России я попал в состав национальной сборной России и тренируюсь в ее составе сейчас. Получается, работаем все тренера сборной, проводится большая работа. Сейчас ближайший старт у меня будет гранд-шлем в Тюмени. Могу сказать, что со вступлением в Российскую Федерацию, конечно, уровень и дзюдо, и самбо поднялся. Самбо – это национальная борьба дзюдо, в принципе, тоже президентский вид спорта. Намного больше детей стало заниматься, больше тренеров стало работать, в том числе в университете мы открыли школу борьбы. Юношеский турнир по дзюдо проходит в нашем городе уже 13-й год подряд. Цель состязания – наработать соревновательную практику. В турнире участвуют начинающие дзюдоисты от 12 до 16 лет. Помимо личного первенства есть и командное. Коллективы по 8 человек выстраиваются в колонны и проводят серию быстрых поединков. В турнире участвуют как городские команды, так и коллективы из других городов. Примечательно, что на соревнования приехали российские дзюдоисты с материковой части нашей страны. Из Москвы, Тюмени, Уренгоя, Новороссийска, Мурманска. Всего заявлено 11 команд. Тот, кто займет первое место, я думаю, что и все участники финала могут получить первые разряды. Самая главная цель – это пропаганда дзюдо, пропаганда здорового образа жизни, чтобы побольше мальчишек, соответственно, и девчонок тоже были в спортивных залах, чтобы они растили здоровыми, сильными, крепкими и достойными людьми. В этом году в связи с мировым спортивным форумом в Рио-де-Жанейро традиционный городской турнир получил собственное название – «Олимпийские надежды». Эти юношеские состязания всегда отличались массовостью, поэтому организаторы, а это федерация дзюдо совместно с Олимпийским советом Севастополя и частными спонсорами уже второй год подряд выбирают просторный зал спортивного комплекса «Мусон» вместо привычного зала «Чайки». Организаторы выразили надежду, что новая площадка станет постоянной для юношеского турнира. Иван Клепачев, Денис Александрович, Севан Форумбюро.